В юбилейный для Архангельска год сотрудники библиотеки Архангельского литературного музея подготовили видеопрезентацию «Бронзовый самодержец», которая рассказывает об одной из достопримечательностей нашего города. Речь пойдет о памятнике Петру Первому. Со дня открытия этого памятника прошло 110 лет. Он стоит на набережной Северной Двины в Петровском сквере рядом со спуском на Красную Соборную пристань и является произведением монументального искусства, подлежащим государственной охране. Памятник основателю Российского флота и великому реформатору установлен в Архангельске не случайно. Именно здесь, благодаря царю, началось казенное судостроение. До 1725 года в Архангельске было построено 126 различных парусных судов и был создан первый военно-морской отряд из кораблей, охранявших порт и верфи. В Архангельске Петр Первый впервые увидел море, морские суда. Здесь же он впервые на своей эскадре поднял трехполосный флаг – российский триколор. Высота бронзовой скульптуры составляет два с половиной метра. Общая высота – семь с половиной. Царь изображен облаченным в офицерский преображенский мундир времен Полтавской битвы. На голове – форменная треуголка. Он стоит в горделивой позе, правой рукой опирается на трость, в левой – зажат эфес шпаги. На груди Петра – орден святого апостола Андрея Первозванного. От правого плеча к левому бедру протянута широкая орденская лента. Взор устремлен на северную двину. Это бронзовое извояние было изготовлено в Париже в 1909 году. Прообразом ему послужила статуя, выполненная в гипсе еще в 1872 году русским скульптором Марком Матвеевичем Антокольским. Подобные скульптуры установлены в Петергофе, в Санкт-Петербурге, в Шлиссербурге. Последним бронзовым монументом, отлитым под личным руководством автора, является памятник Петру в Таганроге. Автор проекта постамента памятника – архитектор Архангельской губернии Сергей Пец. Постамент из огромного куска серого гранита, привезенного из Карелии, изготовили монахи Никольского скита Соловецкого монастыря на острове Кондостров в центре Онежской губы Белого моря. На лицевой грани основания выбита надпись «Петру Великому 1911». Официальное открытие изначально планировалось именно на 1911 год, поэтому такая дата выгравирована на постаменте. Но открытие пришлось отложить до 1914 года, и дата на лицевой стороне стала обозначать год проведения конкурса на проект постамента памятника. На остальных сторонах отражены годы посещений царем Архангельска – 1693, 1694 и 1702. В первый приезд Петр создал на острове Соломбола верфь, где было построено торговое судно «Святой апостол Павел». Во второй приезд присутствовал при спуске на воду этого корабля. Во время последней поездки руководил строительством Архангелогородской Новодвинской крепости. Строгие пропорции каменных монолитов, украшенных в верхней части простым и четким орнаментом, спокойные тона камня придают статуе еще большую выразительность. Идея установки памятника Петру Первому в Архангельске принадлежала Ивану Васильевичу Сосновскому, который в 1907-1911 годах занимал пост губернатора. Он заплатил за скульптуру сумму в 5000 рублей. Статуя была доставлена из Франции. Торжественное открытие состоялось 10 июля, 27 июня по старому стилю, 1914 года. По этому случаю в Троицком соборе состоялся молебен. Памятник и домик Петра были со вкусом украшены зеленью, флажками, щитами. Были установлены государственные гербы. Открытие памятника прошло в торжественной обстановке при многочисленном скоплении горожан, так писали очевидцы исторического события. На широком рейде Северной Двины стояло несколько десятков судов. По условному сигналу корабли снимались с якорей и шли вверх по реке. Проходя мимо памятника и домика Петра, они салютовали флагами, ракетами и пушечными выстрелами. Вскоре после торжественного открытия памятника Петру Первому началась мировая война, а за нею последовали свержения царского режима и революция 1917 года. А в начале августа 1918 года Архангельск захватили интервенты, и местным властям было не до сохранения памятников старины. Частями Красной Армии Архангельск был взят в 1920 году, после чего начался массовый снос имперских памятников как символов самодержавия и царизма. В том же году скульптура была сброшена с постамента, а на ее месте сооружен обелиск жертвам интервенции на севере 1918-1920 годов. До 1933 года фигура царя пролежала на берегу. Затем какое-то время хранилась в домике Петра, в деревянном строении, в котором действительно жил первый всероссийский император, наблюдая за строительством архангельских укреплений и военного флота. Здание это было построено в 1702 году на Марковом острове, а в 1934 году перевезено в село Коломенское в Подмосковье как музейный экспонат. Далее скульптура Петра Великого была перемещена в фонды Архангельского краеведческого музея. После Великой Отечественной войны в 1947 году Архангельский горысполком принял историческое решение о восстановлении памятника. В 1948 году монумент был восстановлен, но уже в 300 метрах к северо-западу от прежнего местоположения в сквере школы номер 4. С тех пор никаких путешествий памятник больше не совершал. Став одним из главных символов Архангельска, он прочно утвердился на своем месте. И не просто утвердился, а даже получил общероссийскую известность, представляя Архангельск на банкноте Центрального банка Российской Федерации номиналом 500 рублей. Памятник Петру Первому, украшающий набережные Северной Двины, хорошо вписался в архитектурный ансамбль города и стал его достопримечательностью.